Друзья, всем доброе утро! Это с вами Егор, АВПЛ Стори. И сегодня будет такая тема, как вы уже поняли по названию, просто она многострадальная, много вопросов на эту тему. Это LG. Ну и сейчас будем ехать, и я вам расскажу, отвечу на все часто задаваемые вопросы. Поехали! Итак, друзья, начинаем разговаривать мы с вами об LG. LG находится вот сейчас справа. Видно вам, не видно? LG Electronics. Вот это здание. Сейчас, чтобы вернуть камеру в нормальное положение, едем и будем разговаривать. Так, значит, тема LG. Почему? Почему LG? Много так задается вопросов, потому что там работает Алина, и вопросы постоянно сыпятся. И на почту, и в комментарии на эту тему. Просто реально вопросов много. Тема уже такая стала буквально наболевшей, поэтому решил уже сегодня о ней так конкретно поговорить, ответить на все часто задаваемые вопросы. Вот, ребята. LG, как видите, находится в Вескупице, под Гурном. То есть это на данный момент где-то в 15 километрах от Вроцлава. В 15 километрах от Вроцлава ездят сюда два автобуса из Вроцлава, ну, обычных рейсовых, 602 и 607 автобус. 602-й ездит от вокзала, от ПКП, и 607-й ездит с Яна Павла Другего. С площади имеют они несколько остановок по городу, там, в зависимости от маршрута, ну, и далее едут сюда. Значит, второй часто задаваемый вопрос, ну, и который всегда интересует всех. Сколько зарабатывают денег на LG? Итак, ребята. Денег на LG. Там, собственно, есть два варианта, смотря через какую агенцию вы устраиваетесь, но большинство людей, которые там работают, зарабатывают 8 злотых в час. Это нетто. Друзья, в твоих видео я всегда говорю зарплаты нетто. Меня вообще не интересует сумма брута. Мне вообще все равно. Пусть даже у меня тысяча или две тысячи будет брута. Но если я на руки получаю там 8 или 10, меня эта цифра интересует, как бы, а не сколько там брута, сколько там забирают на налоги и так далее. Все равно беспокоиться я считаю, об этом нет никакого смысла. Изменить это я не могу. А тратить лишние нервные клетки, то есть, я тоже не хочу. Далее, вот, 8 злотых. Есть еще вариант, небезызвестные вообще тоже люди, ведущие блоги, устраивают людей за 6.33 и они предоставляют вам жилье. Предоставляют вам жилье, ну, по большому счету, ребят, это сарай. То есть, это какие-то хостелы где-то под в рот. Словом, люди, которые в них жили, я еще не слышал ни от кого позитивных каких-то отзывов на тему этого жилья. Вот, потому что, ну, просто, просто вы будете жить в комнате, там, по 5, бывает, по 8 человек, люди живут. И где-то, еще раз повторюсь, это будет какое-то там село под оброт словом. И на этаже, там, еще будет 40 человек, и там были у людей проблемы. И с пьяными поляками, то есть, не то, что наши не пьют, а поляки пьют. Нет, просто, просто там жили еще так же поляки, пьяные, напивались постоянно после работы, но они где-то работали в другом месте. И у людей были проблемы. То есть, там получают 6.33, ну, уже тоже на руки, но не платят за жилье. Ну, ребят, по большому счету, если вы получаете 8 на LG и снимаете жилье во Вроцлаве, то где-то в конце месяца сумма у людей, которые не платят за жилье, получает 6.33. И вы, которые платите за жилье и получаете 8, после оплаты за жилье сумма будет у вас на руках приблизительно плюс-минус одинаковая. То есть, не будет большой разницы. Но, учитывайте, что во Вроцлаве вы сможете снять жилье, например, в комнату или место в комнате и жить в двухкомнатной квартире всего в количестве, например, троих людей, что намного лучше, чем в одной комнате жить в пятером или втроем. Причем это хостел. А там еще, кстати, обычно ужасный интернет. Вот. А интернет, как бы, не только для каких-то забав нужен людям, а и для того, чтобы, например, общаться с домом. Вот. А там даже такое, что скайп не тянет. Да, еще к тому, что, ребята, пахи в основном, которые работают на LG, также зарабатывают 8 злотых в час. Такое себе равенство. То есть, они работают тоже через агентство и так далее. Люди зарабатывают, которые больше. Это напрямую работают на LG. Но это уже идет керавництво. Ну, то есть, это идут какие-то уже старшие звенья в цепи. Дальше. Старшие звенья в цепи. Работает там вообще несколько агентств. Несколько агентств, которые работают с украинцами. И несколько агентств еще, которые там вообще с поляками работают. Ребята, сейчас я конкретно иду, веду разговор об одном заводе, который конкретно называется LG Electronics. Есть еще LG Ham, LG Natec и LG Display. Вот. Это все там в одном месте находятся, все эти заводы. Есть еще также Hisung, Dongsao. Это такие дочки, то есть, какие-то дочерние компании LG, которые просто-напросто производят комплектующие для производства дальнейшего LG. Ну, и также здесь LG Electronics завод занимается тем, что производят телевизоры. Еще есть производство холодильников и есть производство стиральных машин. Так, вот, вы видите, мы, собственно, сейчас едем на автомобиле, да, но уже, наверное, мы это делаем минут минимум пять. Вот. А когда вы едете, ребят, на автобусе, это все занимает намного дольше, около практически часа. Это если вы еще живете недалеко до того места, где, собственно, эти автобусы откуда не едут. То есть, если вы недалеко живете от вокзала, и если вы недалеко живете от... Вот, Плаца Яна Павла Другега, если вы живете далеко от данных точек, то вам еще нужно добираться. Когда мы жили на Брохове, во Вроцлаве, дорога у Алины занимала два часа в одну сторону, и вечером, соответственно, два часа в другую сторону. Не потому что еще такое уж прям большое расстояние, а потому что это Вроцлав, я вам хочу сказать, Вроцлав, город пробок. Тут постоянно по радио, например, идут две пробки, две пробки, постоянно есть пробки. На некоторых направлениях, таких как Лешница, например, там вообще каждый день пробки. Я уже не знаю, зачем это рассказывать, если оно и дураку, понятно, туда одна дорога ведет, на эту Лешницу, и все по ней едут, и понятное дело, что там пробки. Ну, ладно, у нас LG. Далее, условия труда, да, что там, как работают. Условия труда такие, ребят. На LG действуют запреты, которых, например, не было на... Которых, например, не было на NBZ. То есть на NBZ, когда мы работали, можно было от наука вставить наушники, спокойненько себе там слушать музыку, или слушать какие-то аудиокниги, или, может, уроки польского, и вообще совмещать полезное с приятным. Ну, а другим ухом уже там все слышишь, что происходит. Здесь же на LG вообще как бы нельзя. Вроде как бы даже телефоны нельзя. Ну, смотрят там сквозь пальцы за то, что люди их на работу приносят. Ну, а там такое, чтобы слушать наушники, это вообще уже нереально. Вот, дальше. На LG нельзя разговаривать. Вот, это тоже такая какая-то, как по мне, печальная вообще вещь. Ну, что значит нельзя разговаривать? То есть вы будете разговаривать, вам будут постоянно делать замечания. Тихо-тихо и так далее, и тому подобное. То есть просто-напросто, народ, я вот этого не понимаю. Вы стоите, вы же не в том там эти детали собираете. Почему нельзя разговаривать? Ну, я-то понимаю, что разговор-разговор урозь можно устроить там балаган какой-то, да? Но вполне себе, когда ты нормально там перекидываешься словами с кем-то, потому что 8 часов находиться в компании людей и не разговаривать, ну, это вообще как-то... Мне кажется, это трудно. Но, тем не менее, разговаривать там нельзя. Работает 8 часов на LG, да, это если по графику на этом данном заводе. В одну смену стартует все в 7 часов утра. То есть через 9 минут. Работает там по 2 часа и перерывы. Там 9-10, там первый перерыв, по-моему, 10 минут. Потом там 12 часов перерыв. Ну, то есть как-то так там и идут перерывы. Ну, иногда, иногда остаются они до 5 вечера. Но, ребят, надчасы никак там не оплачивают. Ну, в смысле, оплачиваются как обыкновенное время. Никаких доплат нет. Ну, и скажем так, что надчасы, значит, там идут не по желанию, хочешь ты не хочешь, а фактически по принуждению идут надчасы. О, какой красавчик поехал, да? Ford Mustang JD. В общем, идут по принуждению. То есть хотите вы, не хотите, тут решило руководство, вы остались. То есть вы можете 3-4 месяца никто не оставаться. То есть надобности нет. Потом, так как говорится, насилу он и впал, раз, остались. То есть, причем люди находят уже, бывает, себе вторые работы, и они не могут еще 2 часа работать, потому что еще куда-то идут на работу. Но при этом, как бы, это никого не волнует, и вы отправляетесь себе на еще дополнительных 2 часа. Ну, по большому счету, как я уже и говорил, в предыдущих видео можно не оставаться, можно залупиться, но потом это ничего хорошего из этого, как бы, не выходит. Так, еще о форме, да? Вот, например, сравнивая с индезитом, я хочу вам сказать, ребята, LG какие-то просто беднота. Просто на индезите вам выдавали полностью всю форму. Давали обувь, давали комбинезон, давали футболку, давали перчатки каждый день. Ну, на линии, где работал я, давали перчатки каждый день. То есть, реально перчатки, как бы, при тех темпах работы перчатки ходят приблизительно 2-3 дня. Вот. Но там давали каждый день. На каких-то других... На каких-то других линиях не давали каждый день, но все-таки давали. На LG тут надо еще принести перчатки, показать, что они в плохом состоянии, и тогда вам дадут новые. Но, как бы, такая вот себе штуковина. И из формы вам выдают только... Из формы вам выдают только футболку. В лучшем случае 2. Когда нет футболки, вам дают вот эту жилетку. Жилетку эту салатовую или там оранжевую, которая... Света вот эта... Светоотражающая, типа. Вот. Ну, футболок вам дают, как бы, 2 штуки. Вроде как на смену, да? На пересмену. А в остальном вы работаете в том, в чем пришли, в том и работаете. То есть, это уже никого не волнует, только футболочка. Так, перерывы. Ага, ребята. Вот по поводу еще заработка. 8 злотых, да, как я говорил. 8 злотых в час, 8 часов в день, 5 дней в неделю. Ну, считайте, сколько это получится денег. Кто умный посчитал в уме, кто у кого не получается. Ребят, у кого не получается, я за вас считать не буду, но скажу, что это очень мало. И дальше есть такое на LG интересное... Интересное, но совсем на самом деле не интересная такая особенность. На LG очень много выходных. То есть, когда идут какие-то праздники, там туда-сюда, например, там праздник какой-то в четверг, а там уже с понедельника как бы никаких праздников нет, то будет и четверг, и пятница, и субботу, и воскресенье выходные. То есть, соответственно, ну, как бы оно хорошо, отдохнули, все дела, но это же бьет по вашей кассе. Ребята, кассы нет. И вы работаете, точнее, вы отдыхаете, вам за это никто не платит, и ваша зарплата, ну, как бы все меньше и меньше. Например, в мае там вообще было порядка, наверное, суммарно еще чуть ли не неделя выходных. То есть, это все удары по зарплате. В декабре и в январе там вообще три недели выходных, там где-то суммарно около того вышло. Поэтому, ребята, вы же учтите, что даже эти деньги в конечном счете небольшие превращаются в еще более меньшие деньги, потому что очень много выходных. Поэтому обилие выходных, также я хочу, так сказать, большим минусом здесь. Оно отдыхать, конечно, хорошо, но, чтобы хорошо отдыхать, нужно хорошо зарабатывать. А хорошо зарабатывать, это не про LG. Вот. Да, потом, есть такая еще очень неприятная штука, называется она «Частое увольнение». Ребятки, я нигде еще такого не слышал, кроме как на заводах, связанных с LG, когда людей увольняют просто пачками. По 60, по 40 человек за один раз, за один день. То есть, люди себе работают спокойно, тихо, мирно. Потом раз, им приходит смс-ка, у вас сегодня последний день или у вас завтра последний день. Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Типа, идите, идите отсюда. Ну, не авиалиниями, конечно. Спасибо, что с нами поработали. Там, если еще в хостеле люди живут, там, хостел оплачен до 11 часов утра, а вы как раз на работе будете, ну, типа, давайте, до свидания. Почему это происходит? Происходит это по разным причинам. Насколько я понимаю, где-то просто не дали рады, так скажем, между собой агенции LG. То есть, не договорились в чем-то и людей уволили, ну, то есть, или же отпала производственная необходимость, о чем я уже говорил, что есть эта такая штука, производственная необходимость. Она отпала, то есть, людей уже столько не нужно, все, всем спасибо, все свободны. А вы представьте, ребятки, что у вас идут, у вас идут какие-то планы, а тут вообще неожиданно так, вы получаете себе такие, такую смс-ку, как бы вы не рассчитывали. Ну, и все. Понимаете? Просто-напросто. Люди вежливые, видите, пропустят, помогают, поморгают, то есть, все нормально. Ну, и как вот жизнь строить? Вы просто представьте себе, вы находитесь, у вас вроде есть работа, а завтра ее уже и нет. Конечно же, это никому не нравится, и вряд ли сможет кому-то понравиться, в общем, все это неинтересно. Так. Дальше вам расскажу, наверное, всем стало интересно, там, раз я тут еду и так плохо отзываюсь об LG, Алина там работает, как бы, почему она там работает, и почему было видео, как в Польше работает с девушками, Алина говорила, что там, в принципе, неплохо работать и так далее, и так далее. То есть, смотрите, ребята, отвечаю вам на этот вопрос. Почему, значит, тогда было такое видео, Алина сравнивала, были свежие впечатления от Индезита, и Алина больше, как бы, давила на то в своем рассказе, что легче, чем на Индезите. Просто легче, чем на Индезите, но при этом я вам хочу сказать, вот сейчас Алина рассказывает, что вот на LG довольно там равенство, короче, процветает, то есть там плохо относятся. Не к украинцам, а плохо относятся к людям, то есть там есть кировнички припацаны, которые просто плохо относятся к своим подчиненным, к полькам и к украинкам, ну, потому что там больше, как бы, женский коллектив. То есть, видите, хоть где-то равенство, то есть есть, просто одинаково плохо ко всем. То есть, это какие-то, например, уже не раз было, когда что-то там набокопорило, это ж переводчик не всем переведет нормально, набокопорило, что-то там натворило, то есть, делало неправильно, перепутало или так далее. Кировничка, а оказались, оказались виноватыми там работающие девчонки, ну, там есть девчонки такие, молоденькие, по 50 лет, конечно, вот. Ну, то есть, и там не важно, то есть, фактически, кто там первый, кто первый там стоял ближе всего, тот и виноват, ну, вот, по такой системе. Поэтому, поэтому такая ситуация. И да, почему уже Алина, да, работа там не уходит? Ну, ребята, во-первых, потому что Алина делает карту по быту, она уже там на финальной стадии. По этой работе, как вы себе это представляете, что, как бы, когда карты по быту осталось уже совсем ничего, совсем чуть-чуть, уже там мы хотели в ужин, уже последние буквально дни. И, ну, поэтому, как уйдешь? Никак не уйдешь. Это первое. Второе, что, ну, пока там работает Алина. Ну, как бы, я всецело двумя руками постоянно ее пихаю, говорю за то, что надо оттуда уходить, потому что это, 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 это болото просто-напросто, это LG. Поэтому я никому не советую там идти туда на работу. Вообще люди там, как бы, ну, там один, один месяц, может, три месяца максимум люди работают, потом уходят, там только единицы остаются надолго. Разве что те, кому сделали карты, или кто делает карты, то они там еще остаются. Все остальные быстренько хотят оттуда вообще уйти, потому что, ну, нечего там делать, понимаете? Здесь, во Вроцлаве, вот только не надо спрашивать, куда конкретно. Ну, ребята, кто хочет, находит себе хорошие работы, у кого там еще есть виза или уже готова карта, находит себе работы, например, за тех же восемь, но намного лучше, или за большую ставку, ну, как бы. И вам не нужно ездить, черти, куда за эти пятнадцать километров. Вот это все время, что я еду с вами разговариваю, я все это время еду с этого LG, потому что я отвез Алину на работу, ну, как бы, и возвращаюсь домой. Не самому на работу, надо выезжать через... через 27 минут. Так, и теперь, собственно, самое главное, кто досмотрел мой рассказ до конца, я вам отвечу то, что было в названии, то есть LG все. Да, ребят, LG, электроник, все. То есть завод еще работает, но завод сворачивается. Из семи линий уже осталось что-то там четыре, еще одна вот, да, закрывается. Поликам предложили перевод, ну, там, которые работают через какие-то агентства, предложили перевод на стиральные машинки и на холодильники. Остальным же, кто куда хочет, уже люди многие сами уходят, никто, очень мало людей хотят перевестись на стиральные машинки и на холодильники. То есть люди в основном просто разворачиваются, уходят на какие-то другие новые работы, искать себе. Потому что, ребята, если бы было хорошо, то люди бы там оставались или бы переходили. Но люди не остаются, люди уходят. Вот, и буквально там, конечно, еще какой-то месяц, может, проработает данный завод и закроется, и все. Что там будет с этими корпусами этой фабрики, я не в курсе. Просто дело в том, что такая ситуация сложилась. Вроде, как говорят, останется где-то еще здесь в Польше. Есть еще один завод по производству телевизоров. Ну, как бы, его будет достаточно. И этот завод уже не нужен. Поэтому вот такая вот сложилась ситуация. И завод закрывается. И, наконец, что я хочу вам сказать. Немножко, конечно, затянут получился рассказ. Ребята, не идите работать на LG. Просто-напросто. Не идите. Вы все просто этот LG раскручен. Всем не пишут. А вот как устроиться на LG? А мужики, вы вообще побоитесь, бога, не идите на этот LG? Потому что такие смешные деньги. Вот сядьте, вот кто еще не посчитал, сядьте по формуле 8 злотых в час, 8 часов в день, 5 дней в неделю. Посчитайте свою зарплату. Просто, мужчины, вообще вам стыдно туда на LG идти? Потому что это такие маленькие деньги. Ну, просто стыдно. А женщины, девушки, ну, поверьте, есть намного больше каких-то работ. Кто ищет, тот всегда найдет. И я всем желаю, как бы, найти, получить себе работу и не вкалывать там на этом LG. А для тех, кто беспокоится, что я кого-то от чего-то отговариваю, да, там, и еще, не дай бог, подорву экономику больше, потому что никто не будет работать на этом заводе, на LG. Ой, ребята, все нормально. Сколько тысяч людей смотрят это видео, а сколько не посмотрят и пойдут работать. То есть вы же смотрите наш канал, вы смотрите, там, слушайте меня для того, чтобы узнать в частности. Ну, кому-то просто интересно, кому-то просто узнают в частности. Что лучше делать, а что лучше не делать, чтобы лучше себя чувствовать в этой жизни, правильно? Чертова брусчатка, ненавистья. Ладно, ребята, всем хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч, пока.